В Муравленко бесплатно обеспечиваются лекарствами более 5000 человек. Список льготных препаратов насчитывает более 530 наименований. Их получают дети до 3 лет, инвалиды, лица льготных категорий и пациенты, состоящие на диспансерном учёте. Все лекарственные препараты и изделия медицинского назначения хранятся в аптеке городской больницы и уже отсюда распределяются в стационары и поликлиники. Антибиотики, отдельные полутосердечно-сосудистые, лекарственные препараты, например, для наружного применения отдельно хранятся, лекарственные препараты для инъекции тоже отдельные. В помещении соблюдаются все условия хранения. Здесь всегда определённая влажность воздуха, а также строгий контроль температурного режима. Контроль идёт здесь электронный, и, соответственно, для контроля внутри ещё дополнительный термометр, который специально имеет сертификат, который применяется в учреждении для контроля температурного режима. Ну, чтобы был двойной контроль. Препараты, которые требуют определённого температурного режима, в стационары и поликлиники доставляются в специальных термосумках. Сегодня у Муравленка правом на бесплатное получение лекарств обладают порядка 5,5 тысяч человек. Это 19% всех жителей города. В 2023 году было выдано препаратов на общую сумму 136 миллионов рублей. В среднем на одного человека по региональной льготе выходит 23 тысячи рублей. А по федеральной – порядка 40. Есть в аптеке препараты, которые стоят гораздо дороже. Например, при трансплантации органов препарата агалсидаза, он порядка за одну упаковку составляет 230 тысяч. Необходимо на месяц четыре упаковки. Один миллион выходит в среднем. Курс лечения на один месяц – один миллион. Также к дорогостоящим лекарствам относятся препараты, которые назначаются пациентам при таких заболеваниях, как гемофилия и онкология. Всего в списке льготных препаратов числится более 530 наименований. Есть какие-то препараты, например, где-то сбой поставок идёт. Всё это мы решаем оперативно. Есть препараты, которые по жизненным показаниям закупка осуществляется по решению врачебной комиссии. Мы обращаемся в департамент письменно. Соответственно, по округу идёт перераспределение препаратов. Каждый друг друга понимает, помогает друг другу. Заявки на льготные препараты больница заранее отправляет в профильный департамент. Так, в марте начинается заявочная кампания на их закупку уже на 2025 год. Выдача лекарств производится только в аптеке взрослой поликлиники. Инна Борисова, Андрей Нагибин, Новости Муравленка.